МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вестихокассия", продолжит эфир на телеканале Россия. Я Елена Крылова и коротко о главном к этому часу. Блокады не будет, ГИБДД передумала закрывать улицы в Абакане на весь день. Полный обман от первых результатов проверок силовиков, оставшимся без зарплаты на Сахалине, легче не становится. Под присмотром, куда везут сельских школьников, теперь следят спутники. Итак, уже завтра утром в Абакан прибудет Олимпийский огонь. На специальном поезде в 10 часов 25 минут. На вертолете огонь отправится на Саяно-Шушенскую ГЭС, откуда начнется эстафета факелов Хакасии. В данный момент на ГЭС проходят репетиции прямой трансляции. Пакелы Олимпийского огня понесут по гребню плотины 11 человек, в основном работники станции. Стартуют они из тоннеля и встречаются в центральной части гидросооружения. Прямая трансляция планируется на канале «Россия» 27 ноября в 12.30. Вся эстафета займет полчаса, коррективы может внести только погода. И тогда церемония начнется немного позже. Следите за нашим эфиром. Полного перекрытия улиц завтра в Абакане не будет. Дороги будут закрывать и открывать по ходу движения эстафеты Олимпийского огня. Улицы перекроют только на тот момент, когда по ним непосредственно понесут факел эстафеты. До и после действия они будут открыты для проезда. А вот над чем автомобилистам действительно стоит задуматься? Парковка. По маршруту следования эстафеты Олимпийского огня она запрещена. И уже сегодня вечером задержавшиеся автомобили инспекторы начнут эвакуировать. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой с пониманием отнестись к данным ограничениям, которые вводятся для обеспечения безопасности участников массового спортивного мероприятия. К другим темам. Экстренная помощь врачей понадобилась возможной виновнице аварии на Аскизском тракте в 20 километрах от Абакана. Также травмы получил ее пассажир. 38-летняя жительница Райкова ехала на темной Тойоте в сторону Абакана, не справилась с управлением. Ее машина вылетела на встречную полосу и на полном ходу столкнулась с серебристой легковушкой. Следом на скользкой трассе в аварию затянула и красную шестерку. Водитель не успел затормозить. Если Жигули еще можно восстановить, то обе иномарки теперь напоминают груду хлама. В результате ДТП ушибы получила хозяйка темного седана и ее пассажир, но от госпитализации они отказались. По предварительной версии ГИБДД причина аварии – плохие дорожные условия. Очевидно, гололед и высокая скорость стали причиной и этой аварии. А в нескольких километрах от села Катаново водитель серой иномарки, не удержав на повороте машину, слетел в кювет. Ставить транспорт на колеса пришлось прибывшим пожарным. К слову, в этом ДТП пострадала лишь техника. Водитель отделался испугом. Разбор полетов за прошлую неделю прошел сегодня на заседании правительства. Глава Хакасии Виктор Зимин вернулся из Москвы и прокомментировал резонансные события в республике. Особое внимание как раз в дорожной обстановке. Все подробности у Анны Ахпашевой. ДТП с двумя сбитыми школьниками, произошедшее в минувший четверг, всколыхнуло всю республику. Наркоман за рулем на полном ходу влетел в колонну детей. Их состояние здоровья сегодня на особом контроле. Один мальчик с переломами и закрытой черепно-мозговой травмой идет на поправку. В отношении второго врачи пока не озвучивают прогнозы. В коме находится ребенок на сегодняшний день на управляемом дыхании. Значит, этого ребенка приезжал главный детский нейрохирург с Красноярского края, консультировал. Нейрохирурги города Абакана оперировали его. По поручению главы Хакасии, психологическая помощь будет оказана не только пострадавшим семьям, но и одноклассникам мальчиков. Трагедия произошла на их глазах. Многие до сих пор в шоковом состоянии. Обстановка на дорогах, кстати, стала одной из главных тем и в связи с ухудшением погодных условий. За плохую подсыпку проезжей части и тротуаров теперь будут наказывать непосредственно хозяйствующие субъекты. Еще одна резонансная тема – судьба хакасских рудников. Между руководствами Республики и Евросруды достигнуто предварительное соглашение о передаче предприятий. Причем на взаимовыгодных условиях. Учтена наша позиция по поводу контракта на 10-летний период о том, что компания Евросруда будет покупать добытую руду. Это гарантированный сбыт. Но вместе с этим, с моей стороны, было представлено условие и нашему потенциальному партнеру, предполагаемому новому собственнику, строительству новой обогатительной фабрики. Условия приняты. Новая фабрика снизит себестоимость руды, повысит качество продукции и конкурентноспособность региона. Развитие отрасли увеличит спросы и на квалифицированные кадры. Глава Хакасии поручил в этом вопросе работать вместе тем, кто обучит Министерству образования и тем, кто обеспечит работой в госком занятости населения. Учащиеся техникумов должны понимать, что, получая профессию, к примеру, сварщика, будут стопроцентно трудоустроены на предприятиях Хакасии. Завтра депутаты Верховного Совета решат, как будет жить Хакасия в следующем году на сессии республиканского парламента. Сегодня же с журналистами встретился его спикер Владимир Штыгашев. Он рассказал, какие законопроекты рассмотрят на заседании. В повестке более 30 вопросов. Основная их часть изменения в действующее законодательство. Кроме этого, депутаты рассмотрят проект бюджета на следующий год. Парламентарии уже разработали ряд поправок, куда потратить деньги. Напомним, главный финансовый документ республики верстается в сложном режиме. Дефицит больше 2 миллиардов рублей. В правительственный же час народные избранники обсудят ситуацию с банкротством Хакасгаза. Ведь проблема может обернуться для казны республики огромными потерями. Красноярцы предлагают нам взять на себя эти функции. Примерно требуют за это 50 миллионов каждый год им платить денег. Налоги и рабочие места уйдут в Красноярск. Хотя проблемы решать и бюджетные расходы наши. Вместе с правительством рассмотреть этот вопрос на Верховном Совете для того, чтобы выработать самое приемлемое решение. Штрафы и уголовная ответственность. Прокуратура добилась карательных мер по делу вахтовиков из Хакасии, которые трудились на рыбоперерабатывающем предприятии АХА. Напомним, десятки людей еще в июне отправились на заработки на остров Сахалин. Им пообещали золотые горы, однако в итоге выплатили лишь малую часть. Сегодня появилась информация с обманутыми работниками рассчитались. И более того, виновники будут наказаны. Подробности у Ольги Стельмах. Светлана Ищенко среди тех, кто заработанный тяжелым трудом деньги, сегодня так же тяжело добивается их выплаты. Людям обещали заработок до 120 тысяч в месяц. Вернулись с копейками. Долгие разборки и первые административные меры. На завод АХА наложили штрафы. Рыбопереработчик нарушил трудовые обязательства. А спорить сам договор не вышло. Выплаты в пользу вахтовиков с предприятия взыскали лишь за сверхурочные дни. В интересах 32 граждан, с которыми фактически трудовые отношения были прекращены, но не подписаны приказы об увольнении, в их интересах было направлено в суд исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 230 тысяч рублей. Впрочем, задолженность даже за сентябрь выплатили далеко не всем. В общей сложности суд города Ахара смотрел лишь 32 иска. Среди них и от жителей Хакасии. Смотрела самолично расчетные листки. И погасили 10% от общего числа. То есть остальным 70 человек поехало от Хакасии. И около 10 человек только выплатили по 8,5 тысяч. Все остальные остались на том, на чем остались. Нас обманули по поводу заработной платы, обманули по поводу оплаты проезда, обманули по поводу условий труда, эффективный трудовой договор. Все это было полностью полный обман. Если сахалинское предприятие отделалось штрафами, то вот кадровому агентству Меридианы Забакана повезло меньше. Именно это предприятие вербовало людей на вахту. Сегодня его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Ехать за рублем в другие регионы и не попасть на удочку работодателя не так уж сложно, уверяют специалисты. Прежде чем подписывать трудовой договор, нужно хотя бы прочесть документ, а не верить устным обещаниям сорвать большой куш. Ведь в противном случае с юридической точки зрения наказать недобросовестного работодателя практически невозможно. Ольга Сильвах, Евгений Бояринов, Вести, Хакасия. Следователи Хакасии подозревают, что владельца кафе Туран убили. Сегодня силовики возбудили уголовное дело по факту исчезновения мужчины. Напомним, Тимур Заргаров уехал из кафе в Абакане ночью 24 ноября на своем синем «Мерседесе». Полицейские распространили приметы мужчины. На вид ему 44 года, среднего роста, полный, имеет кавказскую внешность, темные короткие волосы, глаза зеленые, был одет в кожаную куртку, фиолетовую рубашку и черные брюки. Пока поиски никаких результатов не дали. Со слов его близких, мужчина не собирался уезжать из города либо менять место жительства. С момента его исчезновения он не появлялся у своих родственников и близких, а также на работе. Его сотовый телефон находится вне зоны доступа сети. Полечилась от несуществующей болезни за 35 тысяч рублей пожилая пенсионерка в Черногорске. Мошенницы убедили женщину, что на нее наведена порча, а они как раз могут это исправить. Сейчас целительниц ищет полиция. С пострадавшей встретился Виктор Лушников. Зинаида Голубева вышла в полдень за продуктами в ларек на улице Юбилейной. Там, на аллее, и произошла роковая для пенсионерки встреча. К ней обратилась с вопросом женщина цыганской внешности лет 60-ти. Идет эта женщина и говорит, вы не скажете, где здесь мебельный магазин. Я говорю, вообще-то я не знаю, где он тут, мебельный магазин. Я не касаюсь к этому мебельному магазину. Остановились мы, и она и говорит это. Ой, говорит, на тебя ведь порча напущена. И насмерть, говорит. Ну а дальше все пошло по накатанной для мошенниц схеме. Зинаиду Ефимовну попросили принести фотографию. С помощью пепла продемонстрировали, что порча действительно есть. На фото остался след креста. Обещали вылечить. Вторая мошенница играла роль пациентки, которые уже помогли, и она благодарна целительнице. Пострадавшую еще раз отправили домой за деньгами. Бабушка сняла с книжки все накопления 35 тысяч рублей. Отдала их, как в тумане мошенницам, и все. Когда опомнилась, обратилась в полицию. Но по горячим следам поиски результатов не дали. Оперативники считают, что действовали гастролерши. По моему мнению, они являются хорошими психологами, определяют человека, которому можно подойти, к которому на лице написано, что имеются какие-то проблемы, войти к нему в доверие. Чтобы обезопасить себя гражданам, надо не поддаваться на уговоры неизвестных лиц, не передавать никому деньги. Полиция ведет розыск мошенниц. Их подозревают в аналогичном преступлении. Летом еще одна их жертва лишилась 6 тысяч рублей. Если преступниц задержат, им грозит до 5 лет лишения свободы. Виктор Лошников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Теперь подвоз сельских детей в школы отслеживается специальными программами. С помощью системы спутникового мониторинга специалисты в режиме их реального времени наблюдают за передвижениями автобусов, подключенных к системе ГЛОНАСС. Цель – оценить эффективность использования технических средств, фиксировать все нарушения, отклонения от маршрута. Стоит отметить, в каждом из новых школьных автобусов, поступивших в Хакасию в прошлом году, есть тревожная кнопка. В случае внештатной ситуации, будто ДТП, поломка машины, террористический захват, достаточно ее нажать, и сигнал поступит в Центр информатизации образования. Самое главное – это безопасность наших детей, детей, которые переезжают. На сегодняшний день в республике организован подвоз из 100 населенных пунктов и по 78 маршрутам. И вернемся к олимпийской теме. Завтра главный символ Олимпиады пронесут по улицам Абакана и гребню плотины Саяно-Шушенской ГЭС. В списке факелоносцев 60 человек, Александр Глухов в том числе. Сегодня со студентом Института истории и права ХГУ встретилась Юлия Константинова, чтобы узнать, как он готовится к исполнению почетной миссии. Александру Глухов всего 23 года, но юноша уже звезда. Правда, пока небольшая институтская, однако далеко не каждый способен не только изучить современное уголовное право, но и предложить реальные шаги для его совершенствования. К примеру, в области процедуры рассмотрения ходатайств или помилования осужденных. Я, например, предлагаю внести федеральный закон на рассмотрение о помиловании, который не просто бы поверхностно рассматривал всю процедуру, все санкции, все ограничения применения помилования, а именно комплексно подошел бы к регулированию института помилования. В списке достижений перспективного юриста-ученого именная стипендия главы ХГАСИ, первая премия республиканского конкурса научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам. В личном портфолио больше 20 грамот, в том числе и международных. Тем не менее, подавая заявку на участие в марше факелоносцев, Александр даже не мечтал, что выберут его. Возможно, считает, и жюри, и посетители сайта подкупило увлечение спортом. Футбол, биатлон, большой теннис. Регулярно смотрю трансляции, болею за наших спортсменов. Желаем удачи на сочинских играх. Поэтому для меня олимпиады это нечто такое сокровенное, которое я, безусловно, буду смотреть, болеть и переживать. Впрочем, переживать студент-факелоносец начал еще несколько дней назад. Мысленно много раз пробежал дистанцию. 200 с лишним метров для спортивного юноши пустяк. И все же с каждой минутой приближения к началу эстафеты. Волнение становится сильнее. Волнительно больше всего. Ну, меня придут поддержать ребята. Так что, я думаю, с общей поддержкой нашего института, моих друзей, я думаю, все пройдет очень хорошо. Юлия Константинова, Евгений Чаптыков, Вести Хакаси.